МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Алена Матвеева. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бесплатный труд. У сотрудников коммунальных предприятий Запорожья накоплена задолженность по зарплате. На данный момент сумма долга достигла 28 миллионов гривен. О возможных путях решения этой проблемы сегодня говорили на заседании городского исполнительного комитета. Подробности расскажет Дарья Купличенко. Долги на коммунальных предприятиях, в том числе и по зарплате, накапливались давно. Сегодня вопрос по выплатам рассмотрели на заседании горосполкома. В частности, говорили о погашении долга перед сотрудниками КП «Основание». Каким образом могла возникнуть такая задолженность за ранние периоды, неизвестно. Я понимаю, что у нас тарифы, каждый квартал поднимается. Я понимаю, что для этого расценки поднимаются. Для этого нужно еще и работать четко по графикам, которые существуют. Средства для полного погашения долга по выплатам зарплат уже нашли. Принято решение уменьшить расходы на программы развития и направить на выплату долга коммунальщикам неосвоенные деньги из бюджета. Неосвоение костей в поточном роце – это ремонт дорог приватного сектора в обсязе 8 миллионов гривен. Тендер не отбылся. В целом, по программе житлово-коммунального господарства загальный обсяг сменшен складает 15 миллионов 962 тысячи гривен. И сменшение выдатков резервного фонда – 837-926 гривен. Не лучшей ситуации на коммунальном предприятии «Запорожье электротранс». Здесь долг по заработной плате до конца года превысит 10 миллионов гривен. Незабеспеченность выплаты по концу года складает в обсязе 11 миллионов гривен. Тому мы пропонуем в проекте решения передбачить финансовую поддержку коммунальному предприятию «Запорожье электротранс» в обсязе 11 миллионов гривен. Вопрос о выплате заработных плат можно решать путем перераспределения неосвоенных средств из городского бюджета. Однако саму суть проблемы это не решит. Меня поражает другое, я вот во всеуслышание говорю, что даже те деньги, которые есть в бюджете, они не могут освоиться. Я не могу допустить действительно коллапса, который может возникнуть в городе. А вопрос, почему возникла эта задолженность, и будем так по-простому воровство, я по-другому называть этого не буду. Для этого, буквально, как я и обещал на прошлой неделе, уже на этой неделе заходит аудитерская компания. Компанию, которая будет проводить проверку коммунальных предприятий, выберут на тендере. Предстоящий аудит, по словам Владимира Буряка, определит истинное положение дел и ответственных за сложившуюся ситуацию. Вопрос ответственности перед органами, руководителя этих предприятий, мы будем, найдем, а я в этом уверен, при проверке этого и проведении этого аудита. И я думаю, что во второй половине декабря, где-то в середине, предварительные результаты я оглашу общественности и депутатам, и СМИ. Дарья Купличенко, Олег Мовченек, ТВ5. Ежегодно, каждая четвертая суббота ноября в Украине – День памяти жертв Голодомора. Люди зажигают свечи, чтобы вспомнить тех, кто погиб от страшного голода. В Запорожье в День скорби прошли мемориальные митинги реквием и шествие к памятнику жертвам геноцида. Как это было, расскажет Евгений Маловик. Несмотря на холодную погоду, на площади героев революции – десятки людей. Здесь школьники, студенты, работники промышленных предприятий, пенсионеры. Все они собрались, чтобы вместе устроить шествие в знак памяти о жертвах Голодомора. Это история нашей страны, которую надо всегда помнить и знать, и почтить память тех людей, которые пережили Голодомор или погибли. Многие из участников митинга взяли с собой флаг Украины. В руках у горожан свечи и цветы. Их несут к памятнику жертвам Голодомора. Нужно опочтить память тех людей, которые погибли из-за власти, которая пришла. Это был действительно Голодомор, и наша нация вымирала. Поэтому я здесь для того, чтобы поддержать и чтобы не допустить этого еще раз. День памяти жертв Голодомора и политических репрессий собрал в одной колонии представители различных политических партий, общественных организаций и национальных меньшинств. Это все люди, которых болит, которые знают про ту трагедию, которая произошла. А в Украине было три Голодомора, мы знаем. И поэтому, вы знаете, специально тут никто не собирал людей для галочки, как я говорил в радянские часы. Люди собрались тут за погликом души. Шествие стартовало от площади героев революции вдоль проспекта к памятнику жертвам Голодомора, который находится на улице 12 апреля. Работники комбината «Запоросталь» собрались здесь, чтобы почтить память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Поэтому у каждого, наверное, жителя Запорожья в те времена кто-то из родственников все равно погиб. Поэтому наша задача, наша задача молодежи – чтить память об этих людях. Почтить память приехали представители духовенства, а также городской и областной власти. Все возложили цветы к мемориальному комплексу, после чего ровно в 16.00 – минута молчания. В это время заводы «Запоросталь» и «Запорожкокс» подали звуковой сигнал в память о жертвах Голодомора. И вот такими, будем говорить, шествиями, возложением цветов, подпаливанием тех лампадок, которые есть. Кто-то молится, у каждого, как говорится, своя правда. Но мы этим воспитываем. Воспитываем сегодняшнюю молодежь. А для нас, взрослых, это наука. Наука, чтобы это не повторилось. Не повторилось более никогда. Потому что мы должны сделать все, чтобы объединиться и чтобы действительно построить. Построить наш город Запорожье, построить нашу страну, развивать наш город, развивать нашу страну. Это самое главное. И это будет той данью, которую мы возложим на память этих людей. К памятнику многие запорожцы пришли с колосками пшеницы и лампадами. Их оставили зажженными у мемориального комплекса. Евгения Маловик, Эдгар Копытов, ТВ5 Дом с ужасающей историей. В день памяти о жертвах Голодомора запорожцы собрались возле дома номер 7 по улице Дзержинского. Это место выбрано не случайно. В 30-х годах в здании работал дом малюток, где массово погибали дети-сироты. Эксперты подробно изучили историю этого места. Подробности далее в сюжете. Улица Дзержинского, дом номер 7. Сейчас здесь городское отделение горкозначейства. В 30-х же годах улице принадлежало имя Розы Люксембург. А в этом доме находился дом малюток. Именно здесь в годы Голодомора умирали дети со всей области. Диагноз, они уникали, что это от голода. Диагноз был там, такие как катарки шковика, заворот кишок, выяснение, шлунковое захворювание. Анатолий несколько лет назад подробно изучил историю этого места. Изначально ему было известно, что в начале 30-х годов в доме малютки погибло около 30 детей. Однако, чем дольше историк изучал архивы, тем страшнее становилась правда. Выяснилось, что с 5-го месяца 32-го года по 11-й месяца 33-го года загибло 788 детей. Все они веком от 10 дней до 5-6 лет. Дом малютки открылся в 1929 году и с тех пор постепенно превратился в дом ужасов для детей со всей области. Коммунистическая власть всячески отрицала факт Голодомора. И всех детей, которые изнемогали от голода, скрывали в этих стенах. Известно, что в 1932-33 году здесь за один день погибло 10 детей. Сюда сбрались детки, и это был конвейер смерти. Детки смотрели, думали, что их тут спасают. Даже вот такая привычка, как улыбка Оля. Эта улыбка, ну, и три ручки, девчонки, так? Она, может быть, зародила, что их там подобрали, что их детки или тетки какие-то там подобрали, что их догадуют. Но их привезли сюда, их тут складали, они тут были и ждали, когда их помогут. Детям-сиротам работники дома-малютки придумывали имена в зависимости от обстоятельств, в которых те были найдены времени года, дня недели или черт характера. Армейский, там, Желтневый, Октябрьский. То есть все это надуманные призвища. И даже были такие призвища, там, письменники, например, Анна Ахматова, там, артисты, Игорь Ильинский, даже Бернандшоу. Теперь, когда известно о масштабах этой трагедии, перед специалистами стоит другая задача. В день памяти жертв Голодомора небезразличной запорожцы принесли сюда зажженные лампады, цветы и детские игрушки. Седония Ракелян, Евгения Малайвик, Эдгар Копытов, ТВ5. Изменим систему, а не климат. Под таким лозунгом в Запорожье прошел марш, посвященный борьбе с климатическими проблемами Украины и всего мира. Приурочили его к Большому климатическому саммиту Организации Объединенных Наций в Париже, который проходит сегодня. Аналогичные акции провели не только в других городах Украины, но и в различных странах мира. Активисты призывают обязать предприятия снизить уровень выбросов до европейских норм, внедрить раздельный сбор и переработку мусора, а также развивать общественный экологический транспорт и велосипедную инфраструктуру. Подробнее в следующем сюжете. Принять участие во всемирной акции запорожским активистам не помешали даже погодные условия. Местные жители собрались, чтобы поддержать глобальный вопрос о климатических изменениях планеты. Мы будем пытаться доносить людям и показывать им актуальность этого вопроса, чтобы все больше и больше людей включалось, не оставалось равнодушным, потому что этот вопрос касается всех. Нет таких людей, которых не может коснуться климатические изменения. Активисты Запорожья акцентировали внимание на проблеме загрязнения атмосферы выхлопными газами от автомобильного транспорта. К акции присоединились и велосипедисты. В их интересах пропаганда экологически чистого вида транспорта, такого как велосипед. Призывают власть поспособствовать развитию велоинфраструктуры в городе. На данный момент мы написали концепцию развития велоинфраструктуры, которую, скажем, господин Буряк согласился обсудить через пару недель. У нас будет встреча, мы обсудим и посмотрим, какие варианты могут быть для того, чтобы ее твердить. Сторонники экологически чистого транспорта уверены, в Запорожье можно развивать велоинфраструктуру. Параметры автомагистрали и тротуаров позволяют воплотить эту идею. Тем более, подобные проекты уже начинают реализовываться в городе. И в Запорожье для этого, в принципе, очень такой удобный город, поскольку у нас не настолько много холмов, как, например, есть в некоторых странах Европы или Америки, где процветает велосипедный транспорт. Действительно, если взять, ну, например, ширину полос или ширину тротуаров, в некоторых местах она, ну, скажем, намного больше, чем нормативами положено. То есть можно ни в ущерб ни автомобилистам, ни пешеходам внедрить велоинфраструктуру наш город. В Запорожье марш был немногочисленным. Участие в климатической акции приняли около 80 активистов. По-перше, это наша поддержка в использовании удовлетворительных джерел энергии. По-друге, это переведение выгодов наших предприятий до европейских стандартных, норм выгодов. Это поддержка громадского транспорта и велоинфраструктуры. Это разделение сбора и перерывка сыровины. Такой климатический марш провели во многих странах мира. Акция проходит накануне климатического саммита ООН во Франции. В нем примут участие делегации 198 государств. Представители каждой страны выдвинут на общее рассмотрение актуальные и наболевшие климатические проблемы своей страны. Елена Назаренко, Кристина Залевская, Константин Грушко, ТВ5. Долг в 5 миллиардов гривен. Профсоюз металлургов и горняков Украины требует от правительства погасить предприятиям горно-металлургического комплекса Украины задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость. С таким заявлением представители профсоюза выступили во время всеукраинских сборов глав первичных профсоюзных организаций Украины. Стабильная работа предприятий комплекса обеспечивает рост экономики. А вот невозврат НДС вымывает оборотные средства и перечеркивает планы развития. Так, к комбинату «Запорожсталь» государство должно более 820 миллионов гривен. Предприятие с мая отключено от автоматической системы возврата НДС. По факту сегодняшнего дня 800 миллионов, которые назвал, теперь надо оборотные средства на выплату заработной платы, на расплату за газ, электроэнергию. И наша запорожская облэнерго нам уже положила на стол платежку 140 миллионов. Платите, иначе мы вам отключим электроэнергию. Профсоюз металлургов и горняков Украины призвал кабинет министров погасить задолженность по НДС. Представители отрасли обратились к правительству с требованием поддержать отечественного производителя. Металлургам нужна прогнозируемая фискальная политика, прозрачное формирование тарифов и уменьшение налоговой нагрузки на заработную плату. Бердянские маржи, промышленный туризм и не только. У нас еще много интересных новостей. Не переключайтесь. Миссия выполнена и даже перевыполнена. Контрактная армия становится все престижней. Локальный цвет или множество пиксельных деталей. В городе открылась двойная выставка W. Демонстрация снайперских способностей и не только. Запорожские баскетболисты подтвердили статус победителя. Неожиданно. Дарт Вейдер увлекся игрой на балалайке. Контрактная армия становится престижней. Запорожская область не только выполняет план по призыву на контрактную службу, но и с успехом перевыполняет его. Министерство обороны страны считает, именно профессиональные военнослужащие способны повысить боеспособность украинской армии. А в следующем году бюджетникам планируют существенно повысить заработную плату. Подробнее расскажет Екатерина Свириденко. Вадим родом из Ровна. На контрактной службе 55-й артиллерийской бригаде парень с августа этого года. Стать военным – его детская мечта. На початку серпня нас сюда привезли. И буквально через 20 дней я подписал контракт, потому что взагаля мав так планы, за давным-давно начать військовую карьеру свою. В следующем году парень планирует поступить в специализированную академию, чтобы в будущем стать офицером. И хотя к военному делу готовил себя давно, не отрицает. Временами нести службу тяжело. Это, естественно, весна злого. Я скажу так, не каждый может прийти військовую подготовку. Не каждый для себя створен. Для меня это, в принципе, я привык до этой військовой службы. И для меня, в принципе, терпимо. Но, скажу так, не каждый может точно служить. В последнее время престиж и популярность контрактной армии сильно выросли. Не самую последнюю роль в этом отыграла непростая ситуация в стране. Так, в этом году вместо 415 запланированных контрактников облкомиссариат призвал 423 человека. Еще 90 заявлений находятся на рассмотрении. Это почти 102% выполнения плана заведения. То есть, в этом вопросе мы отмечаем, что и в этом году районные військовые комиссариаты провели такую мощную информационную пропагандистскую, информационно-разъясненную работу что до комплектования Збройных сил Украины військовослужбовцами контрактной службы. В следующем году эта цифра будет еще больше, утверждает заместитель областного военного комиссара. Не последнюю роль в этом сыграет и существенное увеличение заработных плат для контрактников. На контрактную службу 55-ю артиллерийскую бригаду, которая находится в Запорожье, могут поступить военнослужащие, которые раньше прошли армию, либо граждане Украины от 18 лет. В воинской части тоже отмечают, число желающих служить на контракте заметно выросло. Если раньше таких было не более 80 человек в год, то сейчас эта цифра выросла почти до сотни. Вадим уже 4 месяца несет службу на контракте. Говорит, стать профессиональным защитником страны было несложно. Ничего такого складного. Главное, чтобы здоровье было и желание служить, защищать Украину. Смысл всей жизни. В последний выходной день осени маржи Бердянска открыли 15-й зимний купальный сезон. Как проходил процесс купания, полезно ли это для организма и кто может стать настоящим маржом, узнавали наши журналисты. С самого утра на центральном пляже курортного города собрались бердянские маржи. Для этих людей зимнее купание стало не просто модным увлечением, а смыслом всей жизни. Кстати, сегодня это 15-й по счету у нас заплыв. До этого мы только на крещение купались, а вот именно с 2001 года, с закрытия летнего открытия зимнего купального сезона, мы начали придумывать что-то новое еще. Ряды приверженцев здорового образа жизни постоянно пополняются. В этом году к бердянским маржам присоединился Николай Серба. Свои 71 Николай не боится кардинально менять свою жизнь. До этого в Зимнем море не купался ни разу. Сейчас нашел в себе силы сделать этот шаг и присоединиться к любителям зимнего купания. У меня, значит, была проблема с сосудами. Ну, мне сказал врач, что надо побольше в море заниматься. И я вот как начал летом, с раннего лета заниматься, и там по часу, по два плавал, вот эта разминка, все. Вы знаете, намного лучше себя стал чувствовать. Вот это вот сейчас даже зимой так заходишь, бодрость такая, как вроде бы в шампанском купаешься. Ну, вообще, прекрасный заряд такой эмоций, и это очень хорошо действует на мои сосуды. Я стал себя намного лучше чувствовать. В этом году Николай Серба вместе с опытными моржами открыл первый в своей жизни зимний купальный сезон. Теперь собирается приходить на пляж каждое утро, независимо от погоды и времени года. В следующий раз пойду завтра с утра, каждое утро я не пропускаю вот этих вещей, процедуру этих не пропускаю купания. Так что, ну, покуда занимаюсь, наверное, покуда лед будет, а потом будет видать. Следующий массовый заплыв в Азовском море произойдет в ночь с 31 декабря на 1 января уже нового 2016 года. Это будет наш четвертый Новый год, когда мы встречаем море. Так что просьба всем неравнодушным к здоровому образу жизни поддержать нас на Новый год. Любители зимнего купания планируют сделать праздничный заплыв, независимо от того, какая в это время будет погода. Оксана Заводовская, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5. Промышленный туризм. Год. На территории региона существует программа с аналогичным названием. Инициаторы проекта – представители Запорожского областного совета трудовой молодежи. За последние несколько месяцев провели уже три экскурсии. Сегодня члены совета побывали на заводе «Запорож огнеупор» с тонкостями производства, знакомились и наши журналисты. Экскурсия по «Запорож огнеупору» для представителей совета трудовой молодежи начинается с сердца предприятия – цеха магнезиальных изделий. Для начала всех знакомят с участком помола. Через дробильное рассевается и подается на прессовый участок для производства, уже формирования масс. Далее в сыпучем состоянии будущий огнеупор поступает в прессовый участок, затем в печь. А вот в таком виде огнеупорная продукция идет на экспорт и внутренний рынок. Основные потребители огнеупоров – металлургические комбинаты. Участников экскурсии познакомили и с абсолютно новым для Украины производством линией, где выпускают огнеупорный бетон. Эту линию построили два года назад, запустили в эксплуатацию. Поставляем мы бетоны для стальковшей, для промковшей, для живобов доменных печей. Мы только выходим на рынок, потихонечку его завоевываем. Благодаря таким выездным мероприятиям появляется возможность не только узнавать тонкости производства, но и обмениваться опытом. Очень понравилось, очень интересно. Мы посмотрели, как это внутри все происходит, как делаются эти огнеупоры, какие технологии используются, какая система очистки. Для нас это очень важно. В ходе экскурсии гости завода посетили четыре цеха предприятия. После – встреча с руководством Запорожья внеупора. Генеральный директор Виктор Бусько отметил, из 1700 сотрудников завода треть – это молодые специалисты. Все начинания, все, скажем так, опытные вещи, их очень тяжело делать на предприятии, которое само по себе очень большое и там разношерстный коллектив. И вот получается так, что наша молодежь очень быстро подхватывает все новые инициативы, внедряет их и как бы задает ритм для всего предприятия. Год назад на заводе создали молодежную организацию. Ее участники всячески стараются помогать и поддерживать работников комбината. Мы оказываем огромное внимание нашим ветеранам, нашим детям, начиная с маленького возраста. Мы с ними играем, рассказываем, какие есть профессии на нашем предприятии. Такие экскурсии, считают участники встречи, нужно проводить регулярно. Планируют, что с работой запорожских промышленных предприятий вскоре будут знакомить и студентов. Мы не на словах, а на деле показываем, что наш регион, он индустриальный, это действительно сердце, промышленное сердце Украины. И ребята с разных предприятий могут реально посетить, прикоснуться к производству и понимать, что действительно беспокоит на том или ином предприятии молодежь. Ирина Погоренная, Андрей Снесаренко, ТВ5. Дабл В. В галерее Календ Арт открылась выставка живописи «Двойная экспозиция». Это совместный проект художницы Виктории Коневой и фотографа Виктории Верес. Художественные миры, легкие сети цветных аур, наплывающие друг на друга, рождают многочисленные отражения. Мария Маракелян расскажет подробнее. Локальный цвет или множество пиксельных деталей, плоскость поверхности или глубина перспективы. Художницы отказались от подобных сравнений. Здесь чувствуется созидательная сила. Для Виктории Верес это выставка своего рода дебют. В Запорожье она известна как фотохудожница. К живописи мне захотелось вернуться. Я пошла походить чуть-чуть на курсы в ее мастерскую Клилья Ивановне Бережненко, потому что я ее люблю. Рядом с ней мне комфортно и уютно. И месяца три так походила, вот видимо вспомнила тело, вспомнила сердце, что это такое. Сейчас я рисую дома по ночам. Викторию Верес и Викторию Коневу объединяют творчество, дружба и, конечно, победоносное имя. Оно и определило название выставки. Дабл-В – двойная экспозиция. В работах художниц также прослеживается дуальность сюжета. Вика это проговаривала, но мы как бы не зацикливались над этим. Вот мы поняли, что у нас тоже есть еще, помимо того, что мы две Виктории, у нас еще есть парные работы, которые… Ну, это, наверное, не специально. Так получилось, скорее всего. Работы Виктории Коневой выполнены в стиле нового наива. Художница работает акрилом и маслом. Ее картины источают яркую энергию, а красочные оттенки приковывают взгляд. Я просто не боюсь как бы цвета, и мне неинтересно там в пастельных тонах что-то писать. Я просто использую элементы поп-арта, и поэтому там всегда яркие кислотные цвета, и мне это нравится. Ну, как бы соответствует моему внутреннему состоянию. Ну, как, ничего не надумано, но так получается. Такие разные картины художницы демонстрируют равную силу страсти. Именно благодаря ей появляется вдохновение и рождается новая жизнь. В этом уверена куратор выставки Инга Эстеркина. Я считаю, что это то, что женщины очень часто несут в искусстве, и не только в искусстве, но и в жизни. Нечто, способное рождать. Я думаю, что в искусстве у женщин это тоже очень слышится. То есть желание создать новую жизнь. Поэтому всем тем, кому вот этой поздней осенью кажется, что жить незачем, я думаю, стоит прийти и посмотреть, и они поймут, что жизнь есть зачем. Выставка «Двойная экспозиция» в галерее «Календарт» продлится до 16 декабря. Мария Маракелян, Юрий Васильченко, ТВ5. Время в мире набирает популярность традиция делать предложения своим возлюбленным на спортивных состязаниях. Ну вот у болельщицы голландского футбольного клуба «Гронинген» ничего хорошего из этой затеи не вышло. В перерыве матча девушка пригласила на поле своего байфренда, достала на колено и достала из кармана кольцо. Однако вместо того, чтобы ответить «да», парень бросился прочь со стадиона. С Еленой Назаренко подобных казусов не случалось. А что нового у запорожских спортсменов узнаем через несколько минут. В суде продолжается рассмотрение дела о якобы неправомерности первой сессии Запорожского районного совета. На этом настаивают два депутата от провластных партий. В ходе очередного заседания Запорожский районный суд удовлетворил ходатайство заявителя об уточнении исковых требований. Мы получили уточненное исковое заявление, о котором фактически истец поменял основание иска, то есть применил нормы закона, которые и те законы, которые первоначально не заявлялись. Ну, суд, в общем-то, принял этот уточненный иск и исходил из того, что в административных делах истец не должен прямо указывать норму закона, на которую он ссылается. На этом заседании суд сосредоточил внимание на тайном голосовании за кандидатов на должности председателя Запорожского райсовета и его заместителя. У истца есть претензии к проведению этой процедуры. Вопрос глубо в трактовке оппозиции. То есть представители из ответчика считают, что технические нарушения не влияют на результат. Мы считаем, что соблюдение законности – одно из основных правил и принципов. Чтобы разобраться в правомощности голосования, суд заслушал свидетелей от обеих сторон. Согласно показаниям, тайна волеизъявления нарушена не была. Вы видели, чтобы кто-то заходил с депутатами или влиял на волеизъявления депутатов? Нет, не слышал, не видел. Ни одного замечания не слышал от депутата непосредственно о том, что где-то кто-то кому-то советовал, как это делать, за кого голосовать и так далее. Поэтому считают ответчики претензии истца безосновательны. По мнению истца, не тайное голосование было, потому что бюллетени не сворачивались должным образом, по его мнению. Все свидетели и депутаты, которые голосовали, пояснили, что голосование было тайным. Поэтому позиция истца в данном случае не подтверждается показаниями свидетелей о том, что был какой-то контроль посторонний за волеизъявления. Суд отмечают участники процесса конструктивно, подходит к рассмотрению дела. На следующее заседание запланированы дебаты и стороны надеются, что будет оглашено решение. Суд исходит из максимальной объективности, всесторонности исследования процесса. Да, это неизогативно сказывается на сроках, но это в целом позитивно сказывается для результата. Судья действительно квалифицированно, очень вдумчиво подходит к исследованию каждого свидетельского показания, каждого документа, который содержится в материалах дела. И мы уверены на сегодняшний день, что суд примет справедливое решение и откажет войске. Следующее заседание Запорожского районного суда по этому делу намечено на 4 декабря. Запорожький мотор зумів взяти реванш у швейцарського кадетен Шавхаузен за поразку у першій зустрічі групового раунду Ліги чемпіонів. Так запорожці гарантували собі подальшу участь у найпрестижнішому гандбольному турнірі континенту. Цього разу команди зустрічалися на майданчику українців у Броварах. Переважна частина першого тайму пройшла у рівні боротьбі. На 25-й хвилині рахунок 9. Зустрічилася з рахунком 31-23. Це найбільша перемога мотора за три сезони участі у лізі чемпіонів. Такий успіх гарантував запоріжцям, перше місце в своїй групі де. Попереду заключний матч групового раунду проти датського Скьорна, який сперечатиметься з українцями за перше місце в групи. Від цього залежатиме і суперник команд у стикових матчах за право виходу до однієї восьмої Ліги чемпіонів. З датчанами запоріжці зустрінуться 6 грудня. Втім, як би не завершився цей матч, вже точно можна говорити про те, що на запорізьких болівальників гандболу чекає Єврокубкова весна. Баскетбольний клуб «Запоріжжя ЗОГ» здобув непросту перемогу. У програному матчі черкаським «Мавпам» запоріжці приберегли основного розігруючого Максима Теряника. У грі з Миколаєвом Максим зіграв важливу роль, завдяки чому команда Дмитра Щеглинського обіграла одного з лідерів чемпіонату. Вже в першій атаці Олександр Рибалко продемонстрував свої снайперські здібності. Капітан запоріжців поклав м'яча точно в кошик з дальньої дистанції. Відзахищавшись, господарі провели ще кілька атак і повели в рахунку 7-0. Завдяки реалізації трьохочкових «Запоріжжя» зберігало перевагу. Протягом чверті господарів вилучили п'ять разів і завершили 10-хвилинку з рахунком 28-19 на свою користь. На початку другої чверті запоріжці продовжували справлятися із високими Миколаєва, Цикалюком та Чемякіним. Боротьба була за кожен відскок. У результаті зіткнення відразу двоє баскетболістів Миколаєва отримали розсічення. Різниця плюс 10 для «Запоріжжя» зберігалася. Дмитро Щеглинський вдався до ротації. Наприкінці другої чверті Артем Чемякін заробив шість очок, а Миколаїв наблизився в рахунку 37-41. Вирівняв ситуацію Олександр Цикалюк. Після великої перерви він встановив на табло нічийні 52-52. У відповідальний момент знову не підвів господарів Олександр Рибалко. За 8 секунд до кінця чверті капітан «Запоріжжя» вивів свою команду вперед 61-57. Заключна чверть тримала в напрузі до останньої атаки. Олександр Шостуха виводить вже Миколаїв вперед 77-74. У відповідь своє слово сказав найкращий бомбардир «Запоріжжя» у цьому сезоні Станіслав Овдєєнко. Заручивши з підтримкою Максима Теріаника, який грав із травмою, «Запоріжжя» вийшло вперед 82-81. А потім стався вирішальний епізод у матчі. Антон Буц виборов підбирання на своєму щоті і заробив на собі фол. Запоріжжці вистояли в обороні. А Яків Змитрович реалізував на останніх секундах штрафні китки. Господарі відвоювали четверту перемогу в сезоні. Не справились з їхніми великими центровими. Чемякін, Соколюк, звісно, повише росту нашої передній лінії. Команда Николаїва дуже мило це і сподівала. Але саме те, що наші хлопці високі проігрували єдиноборство один в один, створювало сложності для наших всіх п'ятер в захисті. Станіслав Овдєєнко у цій зустрічі заробив 21 очко. 19 – Максим Теряник, 16 – Олександр Рибалко. Наступний матч Запоріжжя проведе на виїзді проти одеської БіПи. Про те, що трапилося із Металургом у Луцьку, навіть соромно розповідати. Запорізький клуб, який, судячи з усього, дограє останні матчі в своїй історії, примудрився наостанок встановити клубний антирекорд. В гостях у Луцької Волині запоріжці пропустили 9 м'ячів. Вже на сьомій хвилині матчу Металург горів 0-3. Після четвертого пропущеного на 23-й хвилині фанати запоріжців закидали поле фаєрами та демонстративно покинули стадіон. Отже, ще два голи, забиті до кінця тайму, вболівальники Металурга не бачили. Після перерви Волинь ще тричі відзначилося у запорізьких воротах. Десятим м'ячем, зафіксованим у цьому матчі, став гол престижу, забитий Данилом Ігнатенком у доданий час. Остаточний рахунок 9-1, чотири з яких лучани забили з пенальті. Для Металурга це найбільший програш в історії. До цього антирекордом був рахунок 0-7 від Дніпра більше 20 років тому. На захист Металурга відзначимо, що команду покинула більшість досвідчених гравців. В основі виступає здебільшого молодь, дехто не має практики навіть у дублі. Наприклад, у матчі з Волиню найстаршим серед запоріжців був 22-річний Ян Ковалевський. Цікаво пояснив переголомшливий рахунок зустрічі головний тренер Металурга Анатолій Чанцев на післяматчевій прес-конференції. Перед грою подійшов директор матча, сказав, що йому звонив Кочетов і просив передати, що на цю грою поставлено 500 тисяч доларів. Для мене це просто, знаєте, я не можу зрозуміти. Причем тут команда, я не можу зрозуміти. У мене лично ко всім полне доверие. Просто це настільки роздражає. Може, кому-то іншому, хтось інший вирішує результат матчу, а не игроки двох команд. Заключний матч осінньої частини чемпіонату Металург проведе 4 грудня проти столичного Динамо. Гра мала б відбутися у Запоріжжі, та через відсутність коштів у запорізького клубу матч пройде у столиці. Всі витрати погодилися взяти на себе кияни. Тим часом у Запоріжжі працівники вогнетримного заводу завершили спортивний рік змаганнями з королеви спорту. Дев'ять команд підприємства розіграли нагороди легкоатлетичної робочої спортакяди. Протягом року вогнетримники боролися за перемогу у волейболі, баскетболі, футболі, шахах і шашках на стільному тенісі. А підсумували спортивний сезон на підприємстві проведенням 41-ї легкоатлетичної спортакяди. Початку змагань передувало нагородження кращих спортсменів Запорізького вогнетримного заводу за результатами попередніх стартів. До цього підшестувало дуже багато кількість сорівновань, на яких наші спортсмени приймали участь і займали призові місця. Тому ми підводимо ітоги, проводимо свою спортакіаду, завершаємо сезон. Ми підтримуємо цю традицію, в той час, коли багато починають розвивати або думають о цьому розвитку. Ми, як стабільне підприємство, продовжуємо і далі будемо наращувати оборот. До програми змагань увійшли гірьовий спорт, біг на 80 метрів і естафета 4 по 100, стрибки у довжину. Та традиційно найбільше емоцій в учасників викликало перетягування канату. Одним із фаворитів спортакіади була команда заводу управління. Для неї вигравати у цьому році справа звична. В цьому сезоні ми вигравли перший від спорту – це волейбол, второй від спорту – баскетбол. Вигравли вперше за всю історію Запорожського огнепорного заводу настольний теніс. І сподіваємося вигравати спартакіаду, спільне підтажемо командне перше місце. Обіцянку команда виконала. Спортивний колектив заводу управління став переможцем спартакіади. Ми завжди сподіваємо роботу з спортом, тому ми такі всі спортивні, організовані. І що допомагає нам досягати спортивних результатів, як вдома, так і в роботі. Друге місце посіла команда цеху магнезіальних виробів, третє – алюмоселікатний цех. Дмитро Непоміщий, Едгар Копетов, ТВ5. Олімпійська бронза. Три срібла чемпіонатів світу, два золота і срібло чемпіонатів Європи. Йому 33, а він не збирається зупинятися на досягнутому. Сьогоднішній іменинник, борець греко-римського стилю Армен Варданян наразі торує собі шлях на треті Олімпійські ігри в кар'єрі. На підтвердження тому, що віка ж ніяк не впливає на майстерність, Армен нещодавно став віце-чемпіоном світу, спевнено подолавши всю турнірну дистанцію. Віримо, що так само переконливо Армен здобуде собі і перепустку до Олімпійського Ріо. Цього йому і бажаємо у день народження. Це приємне повідомлення завершує наш випуск. Завтра більше про звитяги запоріжців на борцівському килимі та на ринзі. До зустрічі! Вместо медведя. Верховный главнокомандующий імперської армии владыка ситх Дарт Вейдер дал концерт в центре Москви. Тємний лорд выполнил імперський марш на балалайке. Виступлення, судя по всему, організував один із магазинов подарков. Во всяком случае, так утверждается в описіне к видео. Дело в тому, що Россія у многих ассоціїрується с медведем, играючим на балалайке. Тому пользователю сети удивило в данном случае не балалайка, а сам исполнитель. Це була последняя інформація в выпускі. Напоминаю, о новостях Запорожжя і області ви всегда можете узнать на нашому сайті tv5.zipi.ua. Якщо ви хочете поделитися з нами інтересною інформацією чи видеоматериалами, розказати про проблеми чи висказати своє мнення, пишіть главред. В студії работала Алена Матвеєва. Всего доброго! Алена Матвеєва.